Владимир Путин поручил правительству Иркутской области просчитать стоимость строительства дороги на острове Альфон. Сегодня в поселке Танхой, республики Бурятия, прошло совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории. Как отметил глава государства, необходимо продлить действия программы «Охрана озера Байкал» и «Социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» на 2012-2020 годы. Обеспечить экологическое развитие Байкальской природной территории в целом. Это прежде всего означает гармоничный рациональный баланс между социально-экономическим развитием, социально-экономическими интересами и задачами сбережения природы. Собственно говоря, во всех цивилизованных странах этот вопрос стоит, стоит очень остро и хуже или лучше, но есть примеры того, как это делается, как это решается. Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но нередко они оборачиваются явно избыточными ограничениями, об этом тоже не нужно забывать. Ограничениями, которые напрямую сказываются на качестве жизни людей, на развитии поселений, сдерживают развитие предпринимательства, а значит создание новых рабочих мест, наполнение местных бюджетов. Все территории, думаю, что не только байкальцы, байкальского региона, но и всей нашей страны и всего мира заинтересованы в том, чтобы сохранить Байкал в первозданном виде. Поэтому и Байкал единственный объект мирового наследия, который имеет 4 номинации в мире, такого больше объекта нет. И мы должны принять все меры исчерпывающие в части законодательства, в части выделения средств, в части воспитания людей, которые живут на берегу Байкала и приезжают к нам, потому что это очень важная составляющая, которая, к сожалению, в прежнее время не очень осуществлялась. Продолжение следует...